Подписывайся на канал, ставь палец вверх, если тебе понравилось это видео. Приятного просмотра. Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами снова я, меня зовут Женька. Мы продолжаем играть в игрушку под названием For the Darkest of Times. Так, 14 июня, между тем, у нас 1936 года. Когда я прихожу на собрание, я слышу, как Майкл Хансен насмехается над нацистским салютом. И музыкой, и марш, и чушь собачья. А что ты видел вообще? Я сегодня был в кино. А перед фильмом показали короткий ролик. Привет от Гера Геббельс, разумеется. Смехотворная пропаганда, где Гитлер, этакий герой в блеске мудрости и благородство принимает гостей страны. Это все показуха для иностранных туристов, вообще, если ты не знал. Они на все готовы, чтобы больше впарить иностранцам свою большую ложь, говорю я. Это верно, говорит Майкл. Наверняка это может использоваться в наших целях. Говорят, на Олимпийских стадионах будет телестудия. Это как радио, в прямом эфире, только в кино, говорит Майкл. Если мы сумеем туда пробраться и показать фотографии или фильмы об этих зверствах, нас увидят и услышат тысячи. Как бы да, хороший такой план. Ой, как если тут неудобно, аж спина затекла уже. Нас увидят и услышат тысячи зрителей, ла-ла-ла. Правду будет уже не скрыть, что-то в этом есть, короче. Да, у нас тут новое задание какое-то, наверное, да, появилось. Это вот нет. Получить доступ к каменоломню. Нахера? Не знаю. Так, Гудрун надо освобождать, кстати говоря. Если кто про нее забыл вообще. У нас Чувика в прошлой серии ее опять посадили, ее два раза садили там. Так, скрытность. Давай, ты пойдешь. Давай, я тебе дам велосипед. Вот. И еще нужен один чувачок, да. Кто пойдет еще? Ты хочешь пойти? У тебя тебя саму скоро посадят. Блин, слушайте, у меня тут какие-то проблемы такие идут жесткие. Где у меня подполье-то? У меня хватит денег вообще, нет? 30, 78. Должно хватить. Давай, ты пойдешь сюда. Ты пойдешь сюда. Ты пойдешь сюда. Потому что я не хочу, чтобы меня вообще всех посадили. А ты, Эрвин, наш сторонник Хенри говорит, что знает место, откуда можно наблюдать за штурмовиками. Ты пойдешь сюда. Я тебе дам велосипед, чтобы день зря не пропадал. Сходишь там, разведаешь. А вы посидите там в подполье, в картишке поиграйте, в общем. Гудрун, Гульш, Шмехт. Вот, квадратики, квадратики. Спасибо, да. Очень ценная информация. Я ни хера не понял, но очень интересно, да. Что-то там с ней, короче, случилось. Следит за штурмовиками в районе, чтобы узнать больше об их планах. Он выясняет, что многие из их регулярно собираются в пивной, а обычно так напиваются, что остается там на всю ночь. Отлично, будем узнать. Так, вы отсиделись, у вас все нормально, да? Галочка эта спала. Отлично. 23 антифашиста получили тюремный срок. 23 антифашиста приговорены к Берлинским судам к тюремным срокам за измену Родине. Обвиняемые пытались провести пропаганду социал-демократической партии Копенгагена на территорию Рейха. Гиммлер становится главой немецкой полиции. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер назначен главой немецкой полиции. Покупайте билеты на летние или игры. Последняя возможность приобрести билеты на Олимпийские игры, а распродажи заканчиваются на этой неделе. Слышь, ты не хочешь на Олимпийские игры сходить? Все молчат. Подожди, а что это? Где вот эта бабишка? Что там за квадраты были? Что написано было? Она умерла или что? Ева еле сдерживается, у нее на глазах стоят слезы. Что случилось опять? Что произошло, спрашиваю я. Гудрун умерла в тюрьме. А, так она умерла, там вот эти квадраты были написаны. Что она умерла, что ли? Ну, ужасно. Она нам денежки приносила. Да, мне говорили, это ужасно. Да, но мы только что узнали, как она умерла. Заключенный из этой же камеры говорит, что штурмовики медленно запытали ее до смерти. Пиздец. Это очень-очень-очень плохо. Крась формы штурмовиков. Контрабанда книг. Поговорить с предпринимателем. Я с ними разговаривал уже, алло. Поговорить с предпринимателем. Что я могу сделать? Что у меня открылось? Форма штурмовиков. Она мне зачем нужна? Я не помню. Так, ну давайте посмотрим, что у нас еще есть. Купить лекарства нам не нужно. Уйти в подполье. Блин, вот для этих двух. Нам нужен новый член команды нашей. Избавиться от записей. Каких записей? 60. У нас 22. А, и передать информацию британской разведке мы уже передавали. Поговорить с христианской общиной мы говорили. Встретиться с подругой мы встречались. Фальшивый паспорт. Христианская община. Но я же с ними разговаривал. Алло, ну как так-то? Собрать пожертвования. Продать книги. Профессор Инка, который поддерживает наше дело, знает людей, которые готовы покупать запрещенные книги. Теперь мы можем продавать запрещенные книги. Но у меня их нет. Распространить книги, да? У меня их нет. Найти нового члена. Вот давайте вот это. Так, скрытность. Давай ты пойдешь. Отлично. А, мы наблюдали за штурмовиками в районе Кройцберг и получили шанс украсть форму одного из них. Отлично. Так, скрытность, скрытность, скрытность. У тебя была скрытность, я тебя отправил не туда, куда надо, да, наверное? Вы справитесь, нет? Вот вы справитесь, нет? Серьезно. Остался ботаник только. Ботаник пойдет у нас просить милостыню, короче. Денег у нас мало. Так, 16 пожертвований. Ой, так, теперь осталось выбрать окончательного кандидата. Так, она у нас то была. Эмпат, мне эмпатия была прокачена, да. Так, ну смотрите, у нас есть скрытность, у нас есть пропаганда, у нас есть образование. То есть нам бы силу, нам бы силу, вот трешка, трешка у всех, да? У тебя 4 пропаганды, например. Ты вот более такой универсальный, у тебя тут везде по трешке, кроме образования. Давай тебя возьмем. Почему нет, собственно говоря. Так, Ева и Джозеф встречаются в пивной. Посыпают пьяный один штурмовик. Жарко спорят. Блять, вот нашли время спорить, реально. Давайте действуйте, блин. За одно дело участвуем и еще и... Короче, за одно дело играют, еще и спорят, блин. Господи, боже мой. Так все не слава богу. Так, сколько там пожертвований? 10 штук? Ладно, хоть никого не арестовали, уже хорошо. Гестапо арестовывает 800 антифашистов в Берлине. В качестве предупредительной меры гестапо арестовывает 800 антифашистов, чтобы избежать политических акций, которые могут помешать олимпийским играм. Опель увольняет бастующих. Руководство завода Опель в Рюссельхайме отвечает на забастовки с требованием повысить жалование и увольнение бастующим рабочим. Грюнд Генс женится на Хоппе. Кто такой Хопп и кто такой Грюндерц? В Берлине знаменитый актер Густав Грюндерц женится на столь же знаменитой актрисе Мариане Хоппе. Ну, как бы вообще похуй. 28 июня 1936 года. На собрании Майкл Хансен раздраженно рассказывает о том, что обедал со своими родителями. Они пригласили друга, который состоит в НСДАП. Ну, ты как бы не ввязался же с ним в спор, верно? Ты не раскрыл нас? Нет, нет, я вскрывать карты не собираюсь, говорит он. Этот ублюдок злится, что режим сбавил обороты. Расстраивается, что поснимали антисемистские плакаты. Сказал, мол, партия с конфужена нужно вернуться к тому, что мы делали раньше и продолжить восстанавливать прежнее величие Германии. А не повсюду, короче. Давайте помнить, сейчас все кажется лучше, но настоящая опасность рядом. Нацизм ждет своего часа, говорю. Конец сцены. Ты у нас новый член, ты у нас новый член, ты, кто, кто, вот ты. Да, точно ты. Так, ну давайте посмотрим, посмотрим, что у нас тут новенькое открылось. Купить бумагу. Контрабанда книг. Господи, я же встречался тут с предпринимателями, которые поддерживают нашу группу, хочет познакомить нас со своим партнерами. Ну ладно, давай еще раз попробуем. Что, новый уровень? Ой, давай ты у нас будешь пропагандистом. У тебя новый уровень. Ты у нас кем будешь? Так, по эмпатии у нас. Ты у нас будешь по эмпатии спецам. Я бы, честно говоря, знаете, что сделал? Я бы ушел в подполье, но у меня не хватает рейсмадок, блин. Так, ну ладно. По эмпатии, по эмпатии, по эмпатии. Давай ты пойдешь, новичок. В подполье пойдешь ты. А, блин, мне же не хватает. Господи, мне сейчас ее опять задержат там, да? Встретиться с подругой. Вот это вот прочая вся фигня. Ну давайте встретимся. Хотя нам нужны денежки, может мы пожертвования соберем. Давай, ты будешь собирать пожертвования. Ты будешь... Подожди. Ты будешь собирать пожертвования. У нас остался еще ты, Горвин. Встретиться с рабочим. Может ты посетишь музей? Пока другие будут работать, ты будешь посещать музей. Так, ну давай. Давай, я тебе велосипед еще дам, почему нет. А ты у нас отсидывайся. У меня нет денег, чтобы тебя в подполье как бы убрать. Почему ты не можешь сама бесплатно в подполье уйти? Это что? Почему это платная услуга считается? Я не понимаю. Так, Эрвин. 24 пожертвования. Неплохо. Так, три у нас сторонника. Еще отлично. Так, тут начинаешь что-то подозревать. Это ты... Это пожертвование, да? Давай, веди себя спокойно, естественно. Проси деньги, как обычно. Притворись бомжом. 22. Нормально, хорошо. В баре, в районе Шпандау, Эрвин Баг встречается с подругой и осторожно пытается узнать, не поможет ли она нам. Под конец вечера становится ясно, что она более чем готова поддерживать дело. Может познакомить нас с полезными людьми. Ну, отлично. Хорошо. В Женеве принимают решение по беженцам из Германии. На конференции по воросам беженцев в Женеве принято предварительное соглашение по беженцам из Германии. Гинденбург достигает Нью-Йорка за рекордное время. На перелет с Франкфурта на Майне в Нью-Йорк, где Жаблю понадобилось 51 час, 29 минут. Блять, нихрена себе, больше двух дней, да? Тебе же все равно хана будет, Гинденбург. Ты же там сгоришь. Больше туристов, чем когда-либо. В этом году Германию посетило на 35% больше иностранных туристов, чем в предыдущие годы. 5 июля 1936 года. В конце собрания Майкл Хансен рассказывает нам... А, подожди, может это не 5 июля, может это 5 глава? Давайте я буду просто говорить. Июля 1936 года. В конце собрания Майкл Хансен рассказывает нам про туристов в городе. Две англичанки стоят и любовались Берлинским собором, а я был рядом и услышал, что они говорят. А ты че английский хорошо знаешь, алё? По акценту, и одна из них упоминала Лондон. Майкл глубоко вздыхает. И вот они скажут, ох, тут все так красиво, а говорят, что тут следует и убивает евреев. Наверняка это все вранье. Ты как бы, че тебе вмешиваться-то? Кто тебе поверит-то? Обычный чувачок. Руки опускаются. Да, я чуть с места на рекордную высоту не подпрыгнул, но там рядом вертелся полицейский, и я решил, что не стоит рисковать. Но это разумно было. Не стоит лишний раз попадаться на глаза полиции. Конец сцены. Хорошо. Так, это мы читали. Давайте посмотрим, что у нас тут еще появилось. Избавиться от записей. Наш сторонник Герт знает человека, который мог бы помочь нам замести следы. Хорошо. Это работа для меня. Ты хочешь сюда пойти? Эмпатия и образование. Ну ты по образованию-то в принципе ничего такое, да? Нормально. Давай, иди тогда ты. Так, вот тебя... Блин, у меня опять рейхсмарок нет. Ну я же собирал пожертвования. Куда они делись-то? Поговорить с учеными. Хана работает в университете, знает многих ученых в районе Шпайндау. Познакомить, что приобщить к делу. Эмпатия и пропаганда. Блин, вот тебя надо в срочном порядке серьезно пихать в этот бункер, блин. А если я сделаю вот так вот? Почему нет? Если есть, в чем мне воспользоваться? Так, поговорить с рабочими. Давай, ты пойдешь. У тебя пропаганда прокачивает. Деньги собирать пойдешь ты. Меня же никого не арестуют. У вас же нет по 5 звезд, да? Только у нее. Давай, вот так вот. 15 рейхсмарок это уже неплохо. Ну сторонников много, поэтому рейхсмарок много пожертвований. Так, 16 рейхсмарок тоже неплохо. Так, 6 сторонников это вообще отлично. С нашим человеком, работающим на власть, чтобы противоуничтожить записи о нашей группе. Нас заметили. Спрячься. Средитель уходит. Сцер обещает сделать все, как мы просим. Это даст нам небольшую передвижку. Отлично. Хоть немножко будет полегче. Если наши записи удалят. Блин, дождите секундочку. Немножко микрофон вот так вот подвину. Как-то неудобно. У меня прям вот так вот в нос так вот тычет. Стефани и Кат встречаются с друзьями и коллегами нашего, наших сторонников в районе Шпандау. Многие из них мастистые ученые. Мы убеждаемся, что в научных кругах презирают режим за его. Они выражаются глупости без различия к науке и культуре. Ну им пока не до этого. Им пока не до науки. Вот начнется война. Будут изобретать ракеты. Да-да. Тогда наука будет востребована. А пока что не до этого. Евреи не будут солдатами. Имперское министерство войны распорядилось не призывать евреев в ряды вермахта. Ну логично. Соглашение о дружбе с Австрией. Геббельс говорит на радио о соглашении о дружбе с Австрией, которое прежде всего гарантирует признание Германии австрийской независимости. Новый аэропорт во Франкфурте. Во Франкфурте на мае не открывается новый аэропорт. Июль 1936 года. Сегодня на собрании Штифани Кац говорит об Олимпиаде. Сложное чувство. С одной стороны, я испытываю гордость. Хочется, чтобы наши атлеты показали высший класс и получили золото. И они отлично выступают. Как бы да, чтобы на пользу Гитлеру не пошло. А так-то в принципе пусть выступают. Кто им мешает. Но режим использует эти победы на атлетов. А наших атлетов, чтобы укрепить идеологию превосходства арийской расы. И этот яд убивает всю суть спорта, говорю я. Штифания кивает. Мне тоже не по себе. Стыдно болеть за немецкую команду, когда она стоит рядом с анцистами и салитуют Гитлера, говорю я. Я не хочу иметь с этим ничего общего. Конец сцены. Хорошо, ясно. Дальше. О, так у нас все звездочки пропали. Серьезно? Вот эта штука избавится от записи. Она оказывается очень полезная вещь. Блин, это супер, это супер, супер, супер. Нам нужно сейчас на какое-нибудь хорошее дело, наверное, пойти. Получить доступ к каменоломню. Так, давайте вот делать все с умом, как бы вот не запортачим. Нам нужна скрытность. Ты у нас по скрытности вообще чувачок нормальный. Ты один справишься, нет? Если я тебе там еще велосипед, иди. Так, ну с этим все. Украсть взрывчатку. Так, нам нужно получить доступ к каменоломню. Понятно. Так, купить краску пока не надо. Контрабанда книг. Мне денег не хватит. Перенаправить людей за границу. Купить бумагу. Пить сведения о фабрике. Мне не хватает писать лозунги. Блин, может краску-то купить? Мне денег не хватает. Мне на все не хватает денег. Иди за деньгами. Иди за деньгами. Наши сторонники из числа ученых в районе Шпандауа могут помочь нашей группе пожертвованиями. Отлично. Подожди, стой. Давай ты пойдешь за деньгами. Иди за деньгами. У нас остался один Майкл, да? Ботаник наш. Встретиться с подругой. Поговорить с христианской общиной. Не хватает краски. Нам нужны деньги, чтобы краску купить, короче. Давай ты сходишь пока сюда. Такое будет себе. Семнадцатых смарок. Нам нужно очень много денег, чтобы купить краску, чтобы написать там что-то на стене, и чтобы все было зашибись. Эрвин собирается ночью пробраться на каменоломную. В районе Кепенеки. Заранее ищет как бы перебраться через ограду. Атакован. Ой, блин. Че все не слава богу? Ну спрячься куда-нибудь там в укрытие. Атака завершена. Ловкач, че? Знает, где достать вещи. Удается найти место, где можно перелезть через ограду, не потревожив охрану. Ну отлично. То есть как бы это дело-то прошло нормально, да? Так, заметили, пока собирал пожертвования, да? Давай. Не вызывай подозрения. 25 рейхсмарок. Отлично. Так. Ты хотел поговорить с общиной, да? Че-то там тебя опять заметили. 6 сторонников мы получили. Боевой дух минус 2. Явагра встречается со сторонниками. 15 рейхсмарок получили. Ты сколько нам денежат принесешь? Новенькие. 10 штук, мало. Мало на самом деле. Ну плюс 3, как бы всего. Открывается большая выставка Германии. В Берлине открывается большая выставка Германия, призванная продемонстрировать достижения рейха иностранным гостям. Испания. Военный переворот. Испанская армия совместно с ультраправыми боевыми отрядами Франко предпринимает попытку сместить правительство республики. Олимпийский обещательный центр начинает работу. Самая большая радиовещательная система современности, построенная для освещения олимпийских игр, позволяет работать одновременно с 30 радиопередатчиками. Так. Июль 1936 года. Ну это все-таки, наверное, число. 19 июля. Потому что там была пятая, как было бы нелогично. Пятая, а сразу девятнадцатая. Простите, я опять опоздала, говорит Стефания, входя в комнату. Еле села в вагон, такие толпы всюду. Туристы, потому что, да, олимпиада, все дела. Нужно время планировать. Я понимаю, но пожалуйста, попробуйте в следующий раз выйти из дома пораньше, говорю я. Повсюду туристы. В газете сегодня написали, что берлинское метро обслужило за 20 дней 62 миллиона человек, говорит Джозеф Штерн. Представляете? Если мы будем распространять листовки на одной из центральных станций, мы сможем закричаться до многих, говорит Стефания. Так, мы будем распространять листовки. Ну ведь в станции метро храняют. Еще как, но только днем. А, ты предлагаешь ночью этим заняться, да? Похоже, это отличная возможность сорвать маски и показать переезжим, что на самом деле происходит в Германии. Так, нам нужно, короче, листовки распространения, да? Вот это вот самое. Где она у нас появилась? Так, где она у нас появилась? Во-первых, подожди. Что у нас там с каменоломней? Украсть взрывчатку. Инженер Хильдегард, знаешь, на каких каменоломнях может храниться взрывчатка. Теперь мы можем ее украсть. Отлично. Что нам надо? Скрытность. И силу. Скрытность и силу. Кто у нас поселит этот спец? Три. Вообще один. Три. Три. Давайте вот так вот пойдете. Могу вам вот так вот дать. Вам попроще может быть. Вот так вот давайте. Украдем взрывчатку. Все-таки дело такое сложное. Так, контрабанда книг. Купить краску. Денег у нас хватит. Мы должны там краску на самом деле купить. Чтобы написать там что-то на стенах. Чтобы у нас тут что-то открылось. Купить бумагу. Подожди. Встретиться с горничным функционером НСДП. Наш сторонник Франц Виндхрих говорит, что может познакомить нас с горничным высокопоставленным функционером НСДП. Может быть она сможет нам помочь попасть в его кабинет. Может, сможет, может не сможет. Я не знаю. Скрытность и сила. Давай ты иди. Почему бы нет. Так, здесь у нас что? Отвлекающий маневр. Мне денег не хватит. Пробраться на фабрику. Мы уже пробирались. Поговорить с рабочими. Собрать бомбу. Чего мне не хватает-то? Взрывчатки. Взрывчатки. Нам не хватает взрывчатки. Передайте информацию британской разведке. Передавать-то нечего, да, наверное? Сведений нет. Понятно. Давайте, как по старинке, встречаться со всеми. Чтоб у нас в рядах было больше наших сторонников. У нас их сколько? 63 сейчас. Все заняты делом, да? Давайте посмотрим. 18 уже рейхсмарок. Это вообще зашибись. Помнишь, что на начальных этапах было 6-7 рейхсмарок. Под прокровом ночи Эрвин Бакс пробирается на каменоломную в районе Копеник, чтобы украсть взрывчатку. Он успешно проникает на каменоломню и кредет в взрывчатку для нашей группы. Жозеф Штерн встречается с подругой. Она радостно соглашается. Три сторонника новых. Майкл покупает три краски. Сейчас стены будем, значит, красить. Встречается с горничной высокопоставленного партийного функционера. Кто-то начинает что-то подозревать. А что подозревать? Ну, это моя подружка вообще детства. Я им с ней давно не виделись. Я пришла с ней просто поговорить. А, она терпеть не может. Хозяин ей рассказывает, как пробраться в его кабинет, где он хранит ценную информацию. Значит, в следующей серии мы, наверное, будем красть информацию, да, какую-то ценную. Испания правительство республики капитулирует. Под давлением путчистов по предварительной... Под предводительством генерала Франка правительства республики входит в отставку. Я уже сегодня столько серий записал. У меня же просто язык заплетается. Оно у меня уже... Устал. Попробую так вот. Поболтай, поболтай. Тоже устанешь. Москва призывает испанцев вооружаться. Граждане Испании, рабочие, крестьяне. Берите оружие и защищайтесь от фашистов. Германия предлагает помощь путчистам Франка. На встрече с делегатами возглавившихся переворот генерала Франка, правительство рейха обещает предоставить путчистам военную и материальную техническую помощь. Ху, надо, наверное, сделать перерыв. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх этому видео, пишите какой-нибудь комментарий. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok